Всем привет, с вами Игорь и сегодня будем распаковывать вот такие вот солнечные панельки гибкие солнечные панели я заказал вот бренд этот надеюсь видно докио докио solar panel здесь должны быть 4 гибкие панельки для чего я их вообще заказывал такая коробочка приехала они мне нужны для плота то есть как вы уже знаете кто смотрит мой канал регулярно у меня есть плот на бутылках солнечный я так думаю назвать плот солнечный по моему нормальное название и мне его надо чем то двигать мотор у меня есть электрический лодочный фишер 280 ватт мощности его 12 вольт аккумулятор у меня тоже есть вот и понятное дело что если долго плыть ну а я планирую и на Днепро плавать и на несколько дней даже походы такие делать необитаемые острова там все такое будет классно классно очень красиво все буду снимать на видео показывать вот думаю будет круто вот но от аккумулятора естественно этот мотор долго работать не будет ну у меня аккумулятор литий-железо-фосфатный кстати скоро я буду снимать уже тесты там приехали мне вольтметры мультиметр покажу как я буду использовать ну думаю так использовать думаю даже его использовать без БМС и без балансиров но это пока что я так думаю не знаю получится ли будем смотреть чтобы попроще я всегда все люблю попроще вот и для этого мне нужны 4 вот таких вот панельки 100 ваттные это панели по 100 ватт здесь их в коробке должно быть 4 штуки я еще не распаковывал поставлю их на крышу навеса на плоту или на лодку они будут устанавливаться я их просто думаю склеить вместе как книжечки такой чтобы они складывались вот так вот раз 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 сложил под руку взял там ну размер такой позволяет что можно переносить потом раз на крышу положил лодки там или плота разложил все работает параллельно их соединю чтобы было 12 вольт это 18 вольт ну мы сейчас короче будем смотреть характеристики вот для этого они мне нужны мощность этих панелей получается 400 ватт ну это понятное дело что я такую мощность никогда не возьму поэтому я их взял 4 чтобы хватало в солнечную погоду я так подумал думаю что 280 ватт мотор тянет на пятой скорости электромотор мой лодочный то 400 ватт панелей тоже должны где-то выдавать вот так вот 250-280 ватт я думаю они должны выдавать в солнечную погоду летом то есть должно их хватать для езды на пятой скорости 4 штучки вполне но мы это будем еще проверять все как положено вот я их долго не хотел брать долго думал как выйти с положением мне там писали что это плохие панели я и сам знаю что они вот эти гибкие не очень но я их конечно защищу я их думаю приклеить на твердый пластик ну какой твердый пвх типа пластик трехмиллиметровый чтобы они меньше гнулись я их вообще гнуть не собираюсь они будут ровненько на ровной поверхности то есть приклеены на этот пластик чтобы они меньше вероятность их поломать как-то побить чем-нибудь согнуть больше чем надо не будет такой возможности то что с этим пластик то есть защищу их по максимуму но все равно отзывы о них ну такие не очень но с другой стороны выхода у меня просто нет я стеклянную эту панель один раз потаскал больше я не хочу ее таскать это во-первых снимать с поля поле соответственно не работает ну что выпала с него одна панель ее надо выключать во-вторых она стеклянная я ее разобью еще случайно там на плоту это стекло и я уже не могу не купить такую панель метр на метр шестьдесят их уже не делают короче поле тогда пропало все короче ну и вес 20 килограмм этой панели стеклян а этих по килограмму вес по-моему по килограмму ну добавлю пластик пускай по 2 выйдет килограмма штучка ну 8 килограмм всего короче распаковываем так запаковано оно видно с завода это не в Одессе паковали это я как бы заказывал на Али проплатил но пришли они буквально за 2 дня то есть я в воскресенье заказал в понедельник даже за один день получается в понедельник они уже были у меня на это на новой почте то есть они тут есть я так понял склад в Украине в Одессе склад заказываешь на Али плотишь туда на Али а они присылаются в Одессе буквально я же говорю день-два вот то есть можно взять и в Украине эти панельки с украинского сайта но они выходят до 2,5 тысячи там 2,7 сот а я их взял даже меньше чем по 2 тысячи за штучку там еще скидки были какие-то купоны монеты добавил ну короче вышло мне не 8 тысяч даже как было а 7 7,6 сот 7,6 сот за вот эти вот панели со всеми моими скидками и панель то есть меньше чем даже 2 тысячи за штучку так ну ладно не буду вас долго мучить смотрим вот здесь вот видите наверно вверх коробки вот тут вот такие вот скобки металлические да видите оно видно что это заводская упаковка это не в Одессе паковали сейчас мы вскрываем эти скобочки разрываем заводскую упаковку а снизу там вообще оно как бы цельное получается и смотрим что они мне тут рисовали так ага вот так вытащить как бы их и вытаскиваем вот эту всю штукенцию вот я их вытащил так в коробке уже ничего нет коробку отбрасываем вот такие вот панельки они проложены да 4 штуки уже вижу проложены за бок сторон вот таким вот пупыркой толстой двойной склеенной вот они видите как пупырочка такая обклеены скотчем скотчем обклеены вот получается две штуки здесь торчат кабеля и две штуки с этой стороны вот снизу покажу видите да вот коннектор все такое так разрываем скотч скотч разрываем заклеили хорошо качественно так один скотч разорвал вторая склейка молодцы упаковали хорошо мне нравится эта упаковка все что заказывал на Али пакуют я вам скажу достойно даже очень достойно и хорошо пакуют так перевернем и вот с этой стороны еще тоже разрежем ножик ножик у меня какой-то тупенький я думаю я думаю их так можно загнуть надо надо было не на камеру все разматривать время как-то идет выставьте там на скорость 1.25 или 1.5 чтобы это все не ждать вам на большей скорости просмотреть это все распаковку ну последняя последняя ленточка и вот и все распаковал да не пожалели итак смотрим что же тут в серединке ну что панелька а что же еще так вот это наша пупырочка ложим ее на пол будем складывать на нее панельки потому что так они стоять не будут они такие ну вообще такие жиденькие жиденькие совсем они даже не хотят стоять вот ну вот так вот выглядит одна сейчас я их как-то ну получится их так спереть или нет вот так вот разве что вот так вот она выглядит эта панелька солнечная видите да такой у нее вид ну такая она тоненькая довольно такая жиденькая обязательно ну они вообще я так понял они предназначены для приклейки на что-то на кемпинг какие-то палатки будки бусы крыши то есть она вот так вот сама она не будет она видите вот такая вот ну никакая можно сказать никакая очень тонкая ну толщина тут я не знаю миллиметр наверное да где-то миллиметр вот видите какая толщина ее вообще очень-очень тонкая сверху вот здесь вот мы видим не хочется ее перегнуть лишний раз вот здесь вот сверху мы видим такие вот с лицевой почему-то стороны они сделали я думаю видно в камеру коннектор вот он тут соединенный сейчас я попробую его разъединить тут мало-мало получается тут стяжка я сейчас ее так не разрежу что-то маловато они пожалели хотя кабелек мягче чем на моих панельках на моих вообще дубовый такой а этот более мягкий вот такие вот панельки ну вот первая так осмотр вроде бы все нормально вот тут никаких при доставке таких я не вижу ничего вроде такого не случилось с ней так положим ее на землю чтобы она меньше гнулась так сказать так вторая вторая материал какой-то интересный на что они приклеивают их вторая смотрим тоже такая нигде ничего не пробито сверху какое-то покрытие не знаю что это за покрытие вроде бы при доставке ничего не поломалось здесь не перегнулось не продавилось вот характеристики кстати надо будет показать вот характеристики этой панельки вот можете почитать сами да я думаю видно там вот здесь докио салар все такое если не видно было то сейчас прочитаю докио салар модель dv sp100m максимум по мощность 100 ватт 18 вольт это максимальная точка максимальной мощности 5,56 ампера открытый напряжение а это напряжение холостого хода 22,5 вольта и ток короткого замыкания 5,81 ампера вот использование от минус 45 до 80 до 1000 вольт системы до 15 ампер максимум тут дальше что там вес 1,1 кг для меня вот это самый важный параметр это вес 1,1 кг вот это привлекло легкость удобность этих панелей вот кпд тут не написано тест при 1000 ватт на метр квадратный но обычно при температуре 25 градусов ISO EEC SE все там со стандарта качества все есть так это вторая была у нас панелька третья в принципе они все одинаковые что тут я думаю особо показывать тут и нечего так вот это у меня третья такая немного от коннектора что то тут надавилось я думаю это не критично чуть-чуть не то что там продавилось а просто след наверное просто был придавлен эти коннектора ну так то все целенькое ничего нигде не поламанное все нормально вроде бы ну панелька живая должна быть ну проверять уже будем в следующем видео там напряжение ток буду показывать вот и последняя четвертая опять же пупырка наружная выкидываем ее смотрим то же самое тоже что и было на тех в принципе тут приклеена верхний вот этот так как и на обычных панелях на силикон белый вот этот разъемчик приклеен ну все целенькое нигде ничего не продавленное все вроде бы нормальное должно работать ну про работоспособность их я же говорю будет следующее видео сегодня это просто была распаковка такая вот будем проверять их смотреть что они дадут что они не дадут ну я думаю что для мотора 4 штучки как раз будет хорошо таких вот панельки мне на плотно воду на лодку для походов я думаю это хороший вариант хотя цена цена я вам скажу ну цена не соответствует этому товару то есть если взять например панель что я покупал стеклянную обычную в алюминиевой рамке она стоила 2 тысячи да 290 ватт ну почти 300 ватт за 2 тысячи я купил панель эти я купил почти за 8 тысяч ну 7 600 ну пускай 8 по 2 тысячи штучка я купил за 8 тысяч 400 ватт а те я купил 290 ватт за 2 тысячи то есть ну цена совершенно какая-то неадекватная я не понимаю почему они такие дорогие кто понимает то пишите может какая-то тут технология особенная или что ну почему пластик и вот этот вот элемент я не знаю почему они такие дорогие ну вот такая вот распаковочка в следующих видео про них будем уже их тестить на солнце посмотрим что они действительно выдают даже прямо не то что тестить ну а напряжение промерить это такое можно я их уже сразу буду к мотору подключать и пробовать токовыми клещами какой они ток выдают напряжение соответственно мощность в солнечную погоду будем проверять и тестить ну все кому было интересно ставьте лайки пишите что вы о них думаете как их лучше использовать на что их лучше приклеить вот и чтобы они дольше меня прожили вот этот вот тоже пластик снаружи вместо стекла я не знаю он же на солнце горит наверное как они это могли такое насколько они рассчитаны может кто-то пользовался ими то пишите что это такое ну просто у меня другого выхода нет это стеклянная мне совершенно не канает приходится вот такое вот пришлось купить ладейка всем пока до следующих видео до следующих видео до следующих видео до следующих видео